Наверняка вы уже слышали о законе притяжения или манифестации. Это не про волшебство, а про осознанное использование своих мыслей и действий для воплощения желаемого в реальность. Манифестация основана на убеждении, что наши мысли и желания способны притягивать обстоятельства и события, которые способствуют их исполнению. Где-то во Вселенной существуют силы, которые не только слышат нас, но и готовы помочь сделать нашу жизнь лучше, счастливее и благополучнее. Если освоить основные принципы манифестации, можно научиться взаимодействовать со Вселенной так, чтобы она точно услышала ваши запросы. Существует семь ключевых шагов, которые, если выполнить их правильно, помогут реализовать даже самые смелые мечты и устремления. Эксперты рекомендуют использовать манифестацию для достижения различных целей – от профессиональных успехов до личностного саморазвития. Этот подход помогает сфокусировать наше внимание и энергию на привлечении желаемых перемен в жизни. Главное – это искреннее желание и уверенность в том, что Вселенная поддержит ваши стремления. Кстати, друзья, если вы хотите научиться легко и радостно исполнять свои желания и достигать всех поставленных целей, рекомендую вам присоединиться к телеграм-каналу Натальи Светлой «Магия жизни». В этом канале вы найдете множество практических техник, которые помогут вам в манифестации желаемого. Например, есть техника для привлечения счастливой жизни, которая займет всего одну минуту, а результат почувствуется сразу же. Ссылка на канал доступна в описании под видео и в верхнем комментарии. Не откладывайте на потом, присоединяйтесь сейчас, и вы откроете для себя путь к счастливой и изобильной жизни. В этом путешествии вас ждут новые возможности и удивительные открытия. Позвольте Вселенной подарить вам все, о чем вы мечтаете. Закон притяжения желаний действует на основе принципа изменения нашего внутреннего мира, который впоследствии помогает менять внешний мир, все, что нас окружает. Для этого необходимо направить для достижения цели наши мысли, энергию и эмоции. Только три этих составляющих в комплексе смогут сработать на пользу нам. Изначально нам предстоит определиться с тем, чего мы желаем достичь. Это не должны быть эфемерные желания типа истинной любви, значительного обогащения или мира во всем мире. Цель должна быть конкретной и измеримой. К примеру, хочу получить повышение на своей работе или хочу научиться танцевать танго. Как только эта конкретная цель сформируется у нас в голове, мы должны сосредоточиться на ней, представляя, что она уже осуществилась. Важно уметь не только удерживать внимание на своей цели, но и отгонять от себя страхи, сомнения и привычные убеждения, которые мешают достижению конечной цели. Все негативные мысли следует тут же прогонять, заменяя их позитивными. Когда наша энергетика, наши мысли и наши эмоциональные переживания придут в гармонию между собой, наш внутренний мир постепенно начнет меняться. Это значит, что исполнение желания становится ближе, и все, что нас окружает во внешнем мире, начинает подтягиваться под заветную цель. Манифестация предполагает, что мы должны не просто мечтать о чем-то, а направить все свои возможности, ментальные, эмоциональные, физические, на свою цель. При этом обязательно, чтобы мысли наши были позитивными. Чем лучше у нас настроение, чем светлее наши надежды, тем лучше мы себя чувствуем, тем больше физической энергии получаем. У нас появляется уверенность, мы чувствуем себя сильными и практически всемогущими. А это, в свою очередь, приблизит нас к исполнению желания. Еще одна особенность манифестации – помощь в избавлении от негативных убеждений и привычного поведения, не способствующего изменениям в жизни. Все наши сомнения, страхи уйдут, если мы научимся применять принципы закона притяжения желаний в повседневной жизни. Часто мы сомневаемся в своих силах и своих возможностях. Мы считаем себя недостаточно хорошими, недостойными жизни, о которой мечтаем. Манифестация поможет избавиться от этих сомнений и тревог, день за днем изменяя наше внутреннее мышление на позитивное. А оно, в свою очередь, поможет быстрее достигать своих целей. И всегда стоит помнить, что манифестация, являясь инструментом для достижения целей, никак не относится к магии и прочим эзотерическим проявлениям. Это чистая психология, и при правильном использовании научных знаний мы научимся быть целеустремленными и движущимися вперед, а не останавливающимися в своем развитии. Манифестация лишь помогает сосредоточить мысли, внутреннюю энергию и эмоции, но действовать все же придется нам самим, постепенно продвигаясь к исполнению загаданного желания. Итак, как же правильно применять в своей жизни принципы закона притяжения желаний, чтобы он начал действовать? Для этого необходимо последовательно пройти семь шагов, которые в конечном итоге приведут к заветной цели. Шаг первый. Больше конкретики. Сначала нам нужно составить идеальный сценарий, который определит наши намерения. Конкретизируем цель как можно более четко, прорисовывая в деталях будущее, которое будет ждать нас при достижении этой цели. Важно не распыляться на множество разных желаний одновременно. Важна последовательность. Загадываем по чуть-чуть, продвигаясь от одного сбывшегося желания к следующему. Чем проще и яснее будут наши желания, тем легче они будут исполняться. Шаг второй. Озвучиваем просьбы для Вселенной. Да, мы уже говорили, что манифестация не магия, но Вселенная, которая повсюду, вокруг и внутри нас, тот рычаг, который нам проще ощущать и осознавать. Озвучивая свои желания, нам невольно приходится формулировать их. Мысленно или вслух, не так уж важно. Это тоже часть конкретики. Когда мы произносим фразу, мы осмысливаем ее содержание, а для этого понадобятся усилия разума. Все просто. Говорим и представляем, чего мы хотим. Четко сформулированное желание легче воплощать в реальность, чем расплывчатые фантазии. Шаг третий. Стремимся к своей цели. Каждое утро, вспоминая и повторяя свою цель, мы словно провозглашаем девиз на день. Это будет вдохновлять на активную деятельность, на усиление энергетики, на эмоциональное вдохновение. Повторяя изо дня в день наше желание, мы еще раз напоминаем себе, к чему стремимся. И в конце концов, наши намерения перерастут в реальность, станут осязаемы и понятны, начнут нас радовать улучшением жизни. Шаг четвертый. Доверяем высшим силам и себе. Желание без веры никогда не исполнится. Если мы допускаем сомнения, переживаем по поводу того, достойны ли мы того, о чем мечтаем, сложно будет добиться даже самой пустяковой цели. Доверяем себе, запуская процесс притяжения желаний. Мы способны на многое, но иногда даже не подозреваем, насколько мы сильны. А второе, к чему нам надо стремиться, это довериться вселенной, которая никогда не желает нам ничего плохого. Поверить в то, что мы сами и мир внутри и вокруг нас могут способствовать воплощению нашей мечты, значит еще больше приблизиться к ней. Шаг пятый. Учимся позитивному мышлению. Важно отгонять от себя негатив. Чем чаще мы думаем о приятном, чем больше добра и счастья желаем себе и другим, тем меньше остается места в нашей голове и в нашем сердце негативным мыслям. Высокие вибрации и позитивное мышление способствуют тому, что мы становимся более уверенными, осознанными, терпеливыми, перестаем сомневаться в себе и в своих возможностях. С позитивным мышлением мы можем научиться понимать то, что нам действительно нужно, как мы можем изменить свою жизнь, чтобы сделать ее счастливой. Шаг шестой. Не сопротивляемся изменениям. Когда мы преодолели сомнения и четко понимаем, чего хотим достичь, все начинает работать в нашу пользу. Внутренние изменения, которые начались, когда пришли в гармонию наши мысли, чувства и энергия начинают влиять на мир, в котором мы привыкли жить. И начинаются изменения внешние, которые могут нас удивить, насторожить или даже напугать. Не стоит бояться этих изменений, ведь мы сами желали их. И теперь внешний мир, который уже подстроился под исполнение нашего желания, меняется. Главное не сомневаться, что изменения эти к лучшему. Шаг седьмой. Благодарим за исполненные желания. Желания, которые мы загадывали, несомненно, были приятны и ценны для нас. Мы не хотели чего-то непонятного, ведь мы загадывали что-то конкретное, поэтому все изменения в жизни нельзя считать с удачей или сюрпризом. Мы трудились, отбрасывали в сторону сомнения и страхи, мы настраивались на позитив. И вместе с нами действовала вселенная. Поэтому стоит поблагодарить и высшие силы, и себя самого за то, что у нас все-таки получилось измениться самим и изменить жизнь к лучшему. Друзья, пусть ваши желания исполняются самым благоприятным для вас образом. До новых встреч!